Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Всем привет! Это Мир Спорта на канале Оспорте ТВ. Меня зовут Саня Малыхин. И сегодня я продолжу вам рассказывать о самых интересных спортивных событиях, которые вас ожидают в 2018 году. Ну, как обычно, долго тянуть не будем. Смотрите Релаксант. Ну и продолжим. Шестое место. Кубок мира по биатлону. 2017 год сложился очень плохо для российского биатлона. Но есть небольшая надежда, что 2018 сложится куда удачнее. Первые этапы Кубка мира сложились для российской команды очень неудачно, но наши биатлонисты всегда раскачиваются в январе и феврале. Так что будем надеяться, что то, что происходит сейчас, это всего лишь вход в форму на фоне нагрузок. И Шапулин наконец-то поборется с Фуркадом за хрустальный глобус, а гаранища, флогинов, бабиков и остальные будут радовать нас с попаданием на подиумы и золотыми, и стафетами. В женском биатлоне дела еще хуже, но там вроде как загорается маленькая звездочка в лице Светланы Мироновой. Но, правда, там тоже не все так просто. В конце концов, в биатлоне всегда есть за кого болеть. Биатлонный болельщик более космополитичен и всегда рад победам условно наших. Анастасия Кузьминой из Словакии, Дарья Домрачева из Белоруссии, Юлии Джимы, Елены Петгрушиной, Виты Семиренко из Украины, Галина Гишневская из Казахстана. Да и как не переживать за красавицу Доротею Вирер из Италии. В общем, биатлон это всегда интересно и увлекательно. Тем более, что последний этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Пятое место. Чемпионат Европы по мини-футболу. Вот где российскому болельщику гарантированы отличные эмоции, потому что в отличие от большого футбола, наша сборная признанный лидер и постоянный претендент на титулы. Да, сборная России по мини-футболу лишь однажды становилась чемпионом Европы в далеком 99-м году. Но на последних трех чемпионатах сборная трижды выходила в финал и все разы ограничивалась лишь серебром. Кроме того, сборная России действующий вице-чемпион мира, что фактически делают ее лучше сборной Европы прямо сейчас, так как в драматическом финале уступили аргентинцам. Осталось только зафиксировать этот факт, официально выиграв соответствующий титул. Сам турнир проходит по простой схеме. 12 команд разбиты на 4 группы, из группы выходят по 2 команды, а дальше игры на вылет. В группе со сборной России будет крепкий Казахстан и относительно слабая Польша, а главными конкурентами будут Италия, Португалия и семикратный обладатель титула чемпиона Европы сборная Испании. В общем, этот турнир будет очень сочным, посмотрите, точно не пожалеете. Чемпионат Европы по мини-футболу состоится с 30 января по 10 февраля 2018 года. 4 место. Финал Лиги Чемпионов. Вы скажете, эй, чувак, какого хрена финал Лиги Чемпионов всего лишь четвертый? Ребятки, да все просто. В последнее время финал Лиги Чемпионов не самое интересное зрелище, особенно если там играет Ювентус. Вспомните прошлый финал с сериалом или финал 2015 года с Барселоной. Совсем неинтересно смотреть финал, в котором одного из финалистов разделывают по даре. Да и последние 4 финала не обходилось без испанских команд, а это автоматически означало, что Кубок Чемпионов уезжает в эту солнечную страну. Поэтому финал Лиги Чемпионов лишь четвертый в моем списке. Однако это не значит, что финал этого года не сможет преподнести нам сюрприз. Лично я бы хотел, чтобы в Киеве, а именно в этом городе пройдет финал, сошлись ПСЖ и Бавария или ПСЖ и Манчестер-Сити. Это точно будет интересно, чем очередное изнасилование Ювентуса или триумфа испанцев. Одно можно сказать наверняка, и тут я не побоюсь быть капитаном очевидностью, Лига Чемпионская весна будет прекрасной, а завершится она в Киеве 26 мая. Третье место. Супербол. Супербол. Так называется финальная игра в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Это одно из самых крутейших спортивных зрелищ в мире. В отличие от того же финала Лиги Чемпионов, редко можно увидеть неинтересный Супербол. Да и атмосфера в несколько раз круче. Супербол – это настоящий национальный праздник, который начинают отмечать за несколько дней до начала игры, а заканчивают немногими днями позже. Супербол – это официально самое прибыльное спортивное событие в мире. Рекламодатели выстраиваются в очередь и готовы выкладывать десятки миллионов долларов за право показать свой рекламный ролик в перерыве матча. Благодаря активной маркетинговой политике и играм за пределами США, американский футбол набирает популярность в мире. И по прогнозам, в ближайшие пять лет Супербол обгонит финал Лиги Чемпионов по аудитории в мире. Хотя, по мне, так это уже происходит, так как обсуждаемость Супербола за счет Halftime Show уже значительно выше, чем у финала Лиги Чемпионов. Все-таки американцы умеют сделать шоу из всего. Так что начинайте уже учить правила американского футбола, они, к слову, не такие и сложные. В этом году на победу в Суперболе будет претендовать New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles и особенно замотивированные парни из Minnesota Vikings, потому что Супербол 52 пройдет на их новенькой арене в Миннеаполисе. В начале января уже начнутся игры плей-офф, причем у команд будет всего лишь одна игра, чтобы показать свое превосходство на соперникам, что еще один плюс копилка американского футбола. А сам Супербол состоится 4 февраля. Второе место. Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. Это точно самое крутое и сочное хоккейное зрелище 2018 года. Фактически, конечно, чемпионат начнется в 2017, но самое интересное будет в наступающем году. Спросите, почему какой-то молодежный чемпионат настолько высоко? А все просто. Именно здесь самый настоящий хоккей. Именно здесь те эмоции, за которые эту игру так любят. НХЛ, Кубок мира и прочее – это уже коммерция. А вот здесь ее еще не так много, что позволяет парням рубиться, не щадя ни себя, ни соперника. На молодежном чемпионате мира молодым хоккеистам всегда ей что доказывать. Кому-то нужно показать себя во всей красе, чтобы на драфте НХЛ обеспечить себе хороший рейтинг, а те, кто уже задрафтованы, стремятся доказать, что выбор взял правильный и пора бы уже доверять в НХЛ. За последние 10 лет сборная России на этом турнире только однажды не брала медали. Но только однажды выиграла золото. Каждый раз, когда наши парни на ранних стадиях обыгрывали канадцев, это забирало столько сил, что на американцев, шведов или финнов сил уже не хватало. Но, естественно, заруба с канадцами – это то, ради чего стоит глядеть данный турнир хотя бы одним глазком. Еще обязательно посмотрите матч группового этапа между США и Канадой. Мало того, что будет огненно, так еще и матч состоится на открытом воздухе в присутствии 80 тысяч зрителей. Россияне будут играть в группе со Швецией, Швейцарией, Чехией и Белоруссией. И, естественно, нашим ребятам нужно занимать первое место, чтобы обеспечить себе встречу с канадцами не раньше финала. Кстати, последнее чемпионство нашей сборной было именно в Баффало. Может, и в этот раз столица Бизонов принесет нам удачу. В общем, вам точно будет на что смотреть на новогодних праздниках. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года. Первое место. Чемпионат мира по футболу. Ну, естественно, это самое главное спортивное событие года. Тут и спорить не о чем, а может быть и не только спортивное. Чемпионат мира по футболу впервые в России. Для страны это уникальная возможность изменить о себе международное мнение. Но это все политика. Если говорить о спортивной составляющей, то это новейшие стадионы. Мировые звезды, шикарная атмосфера на стадионах и за их пределами, что нам показал Кубок Конфедерации. К сожалению, сборная России пройдет не так далеко. Даже если каким-то чудом Акинфеев и компания выдадут из своей самой слабейшей за всю историю Чемпионата мира, группы, в которой их соперниками будут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия, то в одной восьмой их будут ждать либо Испания, либо Португалия. Хотя это футбол. Тут может быть все, что угодно. На прошлом Чемпионате мира в Бразилии из группы, где была Англия, Италия, Уругвай и Куста-Рика, вышли как раз Уругвай и Куста-Рика. Так что есть надежда, что вместо Испании и Португалии в одной восьмую выйдут Марокко и Иран. Но вылет сборной России точно не испортит никому праздник. Естественно, не на них же придут люди смотреть в конце концов. В Россию придут Мессер, Роналду, Неймар, Суарес, Гризман, Погбам, Баппе, Серхио Рамос. До звезд будет реально очень много. Причем это событие интересно будет смотреть людям максимально далеким от футбола. Ну а вам-то сам Бог велел. Если вы еще не запомнили, то Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Вот такая вот десятка самых интересных спортивных событий в мире в наступающем 2018 году. Пишите в комментариях, какого события в этом рейтинге не хватает. А вот сможет ли это событие как-то переплюнуть в крутости эту десятку? Фиг его знает, потому что это так же нереально, как шампанское без пузырьков. Как кофейня, в которой не подают кофе. Как итальянский разговор без жестов. Ну или как реально сложный вопрос на миллион. Хотя... Но с нами Белый Мак. Это чего-то стоит? На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите первую часть рейтинга. Ну а также помните, подписывайтесь на страничку в фейсбуке, на страничку в контакте, про твиттер. Не забывайте. Также подписывайтесь и на страничку в инстаграм, ссылочка в описании. Там много чего интересного будет в 2018 году. Ну а также помните о правиле. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями. Пусть они будут в курсе всех самых интересных спортивных событий в мире. А так пока. Всех с наступающим, ребятишки.